Всем большой привет! И сегодня у нас, наконец-то, пустые баночки. Давайте начнем тогда с декоративной косметики, потому что ее здесь не особо много. В общем-то, здесь у меня совсем немножко. Это помада от Stellar. Я постоянно говорила в своих видео, что она шикарна. На момент снятия этого видео я должна была бы здесь вообще не быть. Но так как у меня дистанцион, и я никуда не хожу практически, она просто лежит. Ну, посмотрите, как ее здесь очень так мало. Это, мне кажется, очень хорошо для помады, что ее так мало. Это 0,5 секси. Уважаю, я постоянно о ней говорю. Она уже получила просто кучу комплиментов, пока находилась у меня на губах. Ну, это очень красивый, такой нюдовый оттенок, и мне он очень идет. Маленький такой карандашик от Ева Мозаик. Боже мой, какая малюточка. Очень крутой карандаш. Возможно, это карандаш для глаз. Возможно, потому что мне его в восьмом классе подарила мама. Что он делает сейчас здесь, когда я учусь на четвертом курсе? Хороший вопрос, правда? Ну, конечно, он очень яркий. Конечно, он красный, а что? В школу буду такое красить, что ли? Нет. Это мы красили уже в универ. Такие вот оттенки красного я очень люблю. Они прям такие винные. Совсем недавно закончился у меня этот лайнер, Luxe Visage. Он еще здесь есть, но его очень мало. Этот лайнер просто серебряный. У меня еще есть такой золотой, но пока что практическое применение нашел по большей части он. Я его очень много раз показывала в своих видео и говорила о том, куда я его наносила. Ну, в основном, это, конечно, просто что-то украсить, что-то подвести, чтобы сияло. И макияж был такой более красивый, законченный и интересный. Достойная вещь за свою цену. По-моему, она стоит 99 рублей. Очень классный. Я бы купила такой еще, но пока у меня есть от Ювент Собой. Еще уже такие тени. Мне кажется, они прекрасно заменят. Тем более у меня сейчас на глазах тоже эти же такие тени. Что-то там нарисовано ими. А так я прям тащусь. Я прям кальфую, когда он на глазах. Он так дополняет макияжа. Очень годная вещица. Это оттенок, если что, 07. Это не только серебряные и золотые. Там еще и зеленые, синие и красные. Поэтому, посмотрите. Консилер от Max Factor. Он не стоит 400 рублей. Вообще не стоит ни разу. Его объема, мне кажется... Этого мало. Тем более он, когда заканчивается, у него остается вот здесь продукт. Но если вот эту штучку не вынуть, до этого продукта вы не доберетесь. Не очень-то удобно здесь механизм. Я беру постоянно этот консилер, просто потому что я его с детства юзаю. Поэтому я беру все время. А так, консилер неплохой за свою стоимость. Но, опять же, мне не нравится, что он дорого стоит. Но на скидках можно выхватить. Но там все время на скидках у них какой-нибудь 0,3 оттенок, который не подходит большинству. Тушь от Vitex. Долго у меня. Эта тушь уже лежит. Пользуюсь ей тоже долго. Нравится мне ее щеточка. Мне она нравится. Она нужна тем, кто любит натуральные ресницы, которые вот просто натурально покрасился. И все. Ничего такого вычурного нет. Просто натуральные реснички. Для меня единственный минус это только то, что она осыпается. Она осыпается, ей нужно время, чтобы раскраситься. Пару дней вы ей накраситесь, и все будет нормально. Она перестанет сыпаться. А так, мне нравится в ней, наверное, все, кроме ее дизайна. Стоила она, по-моему, всего лишь 150 рублей. И мне нравился просто эффект, который она давала. Неплохая тушь. В декоративной косметике все. Давайте наконец-то поступать по ходу. Наверное, начну с бренда Кумихо. Мне у них очень нравятся маски. Вот они прям вот очень годные. Единственное, что я люблю Кумихо, но мне не нравятся иногда их составы. И все-таки нужно выбирать что-то менее термоядерное у них. Наверное, к этому можно отнести тонер. А вот пилинг, яблочный пилинг, гелья лица с лимоном и анокислотами. Ну, здесь, конечно, немножко проигрывает по составу. Может быть, еще немножко есть. Допользую. И у меня стоит еще такая вторая. Он неплохой, но все-таки, наверное, я допользую этот, тот. И все, больше, наверное, не вернусь к нему. Хотя Кумихо мне очень нравится. Особенно у них такие баночки приятные, интересные. Вот тонер мне нравится больше. Это увлажняющий тонер. Мне он очень нравится. У меня на него нет ни раздражения, ни аглергии, ни высыпания. Просто обычно прозрачный тонер. Единственное, что вам может не понравиться, это только то, что такая специфичная душка, как будто парфюм. Меня это не отталкивает, но я знаю, что людям, может, это не нравится. Очень приятная душка. Мне нравится, как он наносится. Он впитывается постепенно, то есть не сразу, как я его нанесли. Масло для душа. Я использовала его, когда ходила в бассейн. Очень многое ушло. Он неэкономичный. Лакомые ежевика. Запах отворотный. Мне вообще не нравится, как будто это кусок ванили, а не лакомые ежевики. И невкусно. Мне не нравится. Но само по себе средство очень годное. Я бы повторила только еще в другом, наверное, аромате. Кстати, наверное, сейчас уже вышли у них другие ароматы, потому что зима, в зимней коллекции у них уже вышла. У меня еще был крем для рук. Тоже с лакомые ежевика. Мне вообще не понравился. Именно по запаху. Да, а продукция сама по себе хорошая, запах не очень. А вот средство это годное. Еще у них был только масляный гаммаж, но я его не стала брать. Может быть, посмотрим, возьму в этот раз. Обожаю эту умывалку. Это гель. Он у них есть для разных типов кожи. И это очень классный гель для умывания. Я его постоянно покупаю. Я уже не знаю, сколько баночек у меня ушло. Но вот просто постоянно улетает. У меня даже где-то стоит большой формат. Сколько там миллилитров на самом большом формате? Не помню. Ну ладно, возможно, он кончится. Я вам покажу его. Гаммаж для тела. Помните, я показывала уже... С чем я показывала? С каким-то орехом. Я бы думала, что это миндаль, а это оказался не миндаль. Вот это с абрикосовой косточкой. Мне он нравится почему-то больше. Но запах у него настоящего абрикоса. Очень насыщенный. Очень насыщенный. Слабый у него эффект. Если у вас достаточно такая неогрубевшая кожа, можно, если все-таки вы любите что-то, чтобы ваша кожа была безумно гладкой, то нет, вообще мимо. Особенно у них такие еще есть гаммажи, которых я рассказывала. В одном из виде про пустые банки. Тоже для ног, для пяток, ни о чем. Моя любимая линейка у них для проблемной кожи. Мне очень нравится, как выполнена эта упаковочка. Она стеклянная. Она просто очень качественно выполнена. Мне это очень нравится. Сам продукт был неплохой. Единственное, что нужно было пользоваться ее нечасто, потому что сушила кожу. Так как это у нас для себорегулирования, нужно быть осторожным, чтобы вам ничего не пересушило. Скорее всего, второй раз я ее не куплю. Почему скорее? Точно не куплю. Мне как-то не особо сошла эта сыворотка. Она неплохая, но мне не понравилось, что даже при коротком применении у меня как-то она сушила кожу. Хотя запах у нее был классный, консистенция классная. Но хватало ее, наверное, может быть, месяца на три. Даже больше. Потому что я от нее отходила и какое-то время вообще не пользовалась. Потому что что? Правильно. Потому что мне сушила кожу. Прям вот пересушивала достаточно сильно. Паленка от Виктории заказывали. Я не знаю, почему сейчас все покупают листы от Виктории Сепсит, которые паленые за 400 рублей. Зачем вам это надо? Это выигрыша лучше возьмите. Там покачественнее будет. Хочу это просто выкинуть. Я даже не стала это использовать. Знаете, он оригинальному мисту. Это же мист, по-моему. Только как крем. Оригинальному он не уступает. По напитанности вообще. Нет, он отлично увлажняет. Но мы же не знаем, что сюда добавили. Правильно? Копиям я не доверяю. И я лучше выкину. Отправлю эту утилу и не буду пользоваться. Хочу даже к этому прикасаться, трогать. Просто ну стыдно. Лучше я сейчас ее выкину и забуду о ней вообще. Чем она будет стоять, ему залить мне глаза и занимать место для какой-нибудь новой баночки. Гель для душа отметит, которую я подарила маме. Давно. Она почему-то очень любит ставить бутылочки и не пользоваться ее потом. А у меня этого нет. Мне срочно нужен крем. У меня нет крема. Ну, конечно, нет крема. А как он будет, если он у тебя просто получился давно? Гель для душа. Я не знаю, как он маме. Что я ей дарила. Мне он не нравится. У него четкий такой аромат ванили. Такое я не люблю. Для любителей сладкой прям такой ядреной ванили вам реально зайдет. Ядреная ваниль, серьезно. Ну, я лично использую ее просто как пену для ванны. Ну, а что мне? У нее срок годности, наверное, уже давно-давно истек. Потому что я дарила очень давно. Я просто бахаю как пену для ванны. Пена с этого геля для душа просто офигенская. Она замечательная. Она такая пушистенькая прям. И ее много, поэтому... Пенка отличная с нее. Самый обычный гель на самом деле. Я забыла. У меня же от Кумихо еще такой крем для рук был. Очень легкий крем. Если у вас сухая кожа, нет. Сухая кожа здесь должна просто проходить мимо этого крема. Потому что никакой напитанности, никакой увлажненности он вам не даст. У меня кожа не сухая, поэтому такие легкие текстурки я люблю. Мне норм. Но если у вас сухая кожа, даже не думайте о ней. Только вы зря потратите деньги. Такая малюсенькая сыворотка от Hello Beauty. Красная цена этим сывороткам всегда 50 рублей. Никогда не покупайте, если видите ее больше 50 рублей. Не надо. Это просто сыворотка матирующая. Крутого эффекта я за ней не наблюдала. Но, естественно, красная цена 50 рублей. Так, я оставила эту бутылочку просто для того, чтобы переливать какие-то свои средства. Очень удобно. Сыворотка неплохая и нехорошая. Потому что она ничего не сделала. От нее никакого эффекта не было вообще. Дальше. Помните, я вам рассказывала, что купила себе такой шампунь? И в своей распаковке еще покупала кондиционер для волос. Тоже такой. Кондиционер в красной вот такой бутылочке. Очень годный. Берите, не пожалеете. Но шампунь мне не подошел. Я вообще не чувствовала от него, ну знаете, никакой свежести. Ни объема, ни свежести. И если я мыла голову, допустим, с вечера, то на утро вообще было все очень и очень плохо. Мне он просто не подошел. Даже какая-то перхоть от него была. Для себя я не буду его больше покупать. Втулку оставляю. А, забыла. У меня от Эвраше просто какая-то нескончаемая есть такая штучка. Это ролик для глаз удожняющий, по-моему, он даже. С Василечком. Просто каждое утро мажу им. И все, никак он у меня не закончится. Уже очень долго лежит. У меня даже есть только второй, потому что Эвраше постоянно дарит подарки. И у меня не подарили точно такой же второй. Его здесь уже практически нет. Очень его мало. Но я надеюсь, его хотя бы допользую. Потому что, ну, я им пользуюсь уже очень давно. Я не понимаю, почему он не заканчивается. Уж поверьте, я им мажу регулярно. Несколько раз на нем. Маска для волос от Коли Стар. Я вам уже рассказывала о ней. И она очень интересная тем, что она просто круто работает. От нее волосы такие рассыпчатые, такие мягкие. Видите, здесь ее прям, ну, очень мало. Стоит она, конечно, 2000 рублей. Не очень так экономная. Но маска реально года мне она очень нравится. Я думаю, конечно, потом ее как-нибудь повторить даже. Очень классная. Патчи для глаз. Я не знаю, их покупала моя мама, они антивозрастные. Но я их просто лепила, потому что, ну, Патчи для меня это что-то такое, чтобы просто взбодриться с утра. Вообще, они должны увлажнять кожу. Там кого-то круги под глазами убирать. Мне вот чисто проснуться, пожалуйста, дайте патчи. Без патчи я не проснусь вообще никак. У этих патчей было мало сыворотки, они не скатывались. Мне главное, чтобы они меня ободрели. Дальше. Крем, который я отдала своей маме. Который стоит 5000 рублей. Я сейчас заплачу. Это матушка уже из-за использования. Потому что надо же, чтобы кто-то им пользовался. Что? Зря пропадают 5000. Очень легкий крем. Приятный крем. Безумно крутое оформление у крема. За 5000. Пахнет он очень приятно. Текстура, вы знаете, чем-то просто сладеньким. Кисленькая сладость. Очень вкусно. Приятная текстура. Приятно наносится. Но вот незадача. Но вот аллергия. Благо у матушки все нормально, поэтому пусть пользуются. Я совсем забыла. Я еще и дарила такой крем. Кто помнит, с первой распаковки там он был. Мне его дали в подарок. Я его отдала маме. Ей он очень нравится. Я заметила, что про этот крем с ромашкой очень много положительных отзывов. И она о нем хорошо отзывалась, что он так хорошо увлажняет кожу. Что он такой классный. Поэтому, если что, перейти на заметку. Если у вас действительно очень сохнет кожа, я думаю, вас это средство прям вот спасет. Оно очень хорошо увлажняет кожу. Прям очень. Продолжая тему в Роше. Спрейчик для волос, тела. Да, мист тот же самый. С персиком. Мой любимый. Боже, как мне нравится. Как он пахнет. Просто божественно. Здесь его немножко осталось. Я думаю, что допользуюсь этой зимой. Очень крутые у них мисты. Мне они очень нравятся. Там вообще можно подобрать любой. Мне очень нравится, как они пахнут. Как они держатся. Конечно, их надо будет обновлять через пару часов. Оставила здесь масочки. Вот это самая крутая маска, которую я пробовала. Наверное, куплю себе еще таких несколько штук. Потому что они прям крутые. Обратите внимание, что здесь такой вот у него значочек. Это как выглядит масочка. Видите, что здесь у масочки есть такие вот штучки для ушек. И вот здесь, когда маска идет, она еще и на шею сюда. И от этой шеи тоже отходят такие штучки, которые можно на уши надеть. И вот так вот вы сидите за фиксированной маской. Очень крутая маска. Она так увлажняет. Мне она безумно понравилась. У нее 3D лифтинг эффект. Вот эта штучка реально годная. Мои хлынские масочки для лица. У меня был такой еще с призраком. Покупала я их 7 дней за 100 с чем-то рублей. У них, в принципе, удобные лекала у этих масок. Может быть, там где-то что-то большевато. Но, в принципе, мне понравились. Также они отлично напитаны. Хорошие маски. Мне прям зашли. У меня есть такой пробник от боя. Это масло для тела. С каким-то... С чем? Тимьян. О, тимьян. Отлично. Тимьян, я знаю. Просто лесной запах. Такого пробника на всю силу, конечно же, не хватит. Мне не хватило. Такое масло очень быстро впитывалось. Прям, знаете, ничего не оставляло. Ни холик, колыслой, ни жирности какой-то. И есть масла, которые потом с вами весь день выходите. Как будто у вас кожа жирная. Прям такой, знаете, легенькая, что ли, маслечка. И мне показалось это достаточно таким интересным продуктом. Но покупать бы, наверное, по-моему, версии я бы не стала. Маска из FixPrice. Кстати, неплохие маски они привезли. Эти вот. Лекала, как мне показалось, немножко такая большеватая. Но так, в принципе, маска достойная за свою цену. Хотя, мне кажется, и обычные маски сейчас только могут стоить. Поэтому нормально. Эта вот маска меня просто покорила. Крутая маска за свои деньги. У нее удобное лекало. Мне она очень понравилась. Стоила она 38 рублей, по-моему. Да, покупала на скидку в золотом яблоке. Очень классная. И я ее вам тоже рекомендую. Ну, а на этом все. И увидимся с вами в следующем видео.